здравствуйте дорогие друзья вы на канале у светланы лоди сад сегодня приглашаю вас погулять в моем саду в июньском зеленом спокойном саду когда еще очень мало красок ну во всяком случае для меня красок очень мало обзор сада я обычно провожу на первое число каждого месяца но июнь в этом году такой месяц что даже нечего было снимать потому что первые 10 дней июня погода была очень очень плохой с морозными ночами заморозками вплоть до 12 июня но это же вообще такого не было очень очень много лет такой погоды что в июне замерзли и овощи и цветы и вообще даже многие растения даже кустарники несколько ночей подряд была минусовая температура но если бы это было в начале мая мы бы еще пережили в начале июня это было в общем еще тот квест конечно в саду кое-что пострадало из растений декоративных это и колиусы и бархатцы и даже питуньи первый раз за мои 12 лет выращивания питуньи замерзли я вообще с этим еще не встречалась не все сорта и не во всех местах точно так же как и другие растения в одном месте колиусы замерзли полностью в другом прихватила в третьем вроде как и ничего бегонии сильно подмерзли фуксии опять-таки не все сорта но некоторые замерзли сильно в общем-то мае была теплая погода но при этом с холодными ночами когда мы говорили ничего не растет но это мая еще терпимо но в июне такая погода это уже что-то в общем спасали все что только можно естественно все в саду было не спасти потому что кроме декоративного сада у нас еще большой огород в огороде тоже замерзли кабачки и тыквы и томаты в теплице подмерзли хорошо и даже цветная капуста вроде как холодостойкий овощ в общем июнь начался так это вообще сезон начался я хочу сказать нелегко северо-восток ленинградской области вот здесь у меня сад поэтому я буду немножко сегодня гулять по саду показывать вам интересные места в саду рассказывать что как растет и ну обзор не на 1 июня общем на середину июня и так будем делать обзоры сада на середину каждого месяца в июне еще говорю все тихо и спокойно но очень много зеленых красок они разного цвета салатовые темные яркие так далее цветы еще в этом году пока не радует пионы до сих пор можно сказать не расцвели обычно самые ранние пионы всегда цветут на 12 июня на день россии все годы в этом году даже еще не проклюнулись бутоны а некоторые пионы вообще такое ощущение что только вылезают из земли вот такой вот сложный в этом году год цветут почвопокровные ну кое-какие еще маленькие цветочки но таких ярких красок как я люблю пока для меня например маловато что хочу вам сказать ну заодно поговорю о жизни и так далее в общем видео наверное будет длинное не могу я снимать короткие видео поэтому кому очень длинно ну не нервничайте лучше перематывать кто любит мои длинные видео тогда это видео для вас недавно рассказывала всем что на моем telegram канале у светланы лоди сад с таким же названием как и youtube как и дзен случилась очень плохая ситуация и серьезная к тому же и отвратительная в общем мошенники вскрыли мой канал telegram хотели большего вообще аккаунт google до покушались но пока я там одно спасала второе от меня ушло ну ладно бы ушло так вот они там слали ложную информацию от моего имени подделывали мой голос мои фотографии мои посты и просили денег у многих слава богу не знаю кто поддался я не ни одного комментария такого не получила ну что кто-то пострадал может быть люди скрывают может быть все сейчас умные видят что это работают мошенники и так далее ну в общем целая неделя вот этот тоже квест ужасный шел я переживала очень сильно вообще как может быть было пять лет назад на ю тубе вот так я переживала по всей этой ситуации ситуация разрешилась канал от мошенников освободили он пока не работает и она вот все это время сделала новый канал который называется у светланы лоди свет и он рабочий активный продолжаем активно там снимать выкладывать посты и так далее всех приглашаю на лоди свет в телеграм тот кто хочет быть сразу в данную минуту в данную в данный день со мной переживать какие-то садовые моменты еще раз говорю все кто боится есть люди которые боятся а вдруг у нее опять там взломают и мы пострадаем вот если вы боитесь лучше не подписывайтесь а если вы хотите держать руку на пульсе то подписывайтесь поддержите мой канал лоди свет я каждый божий день там выхожу с разными фотографиями постами вы можете тоже прислать свои фотографии вдруг у вас есть какой то вопрос или наоборот вы поделитесь с нами чем-то интересным ну а я начну показывать некоторые моменты красивые в саду ну как мне кажется да или наоборот проблематичные в общем будем рассуждать о погоде природе о саде ждем то мы этого долго а наслаждаемся очень краткий период как всегда то со мной на канале знаете уже что я начинаю обзор сада с этого места места перед домом фасад дома фасад украшают мои красавицы пеларгонии пока только здесь в этом году на других окнах не пеларгонии почему чуть позже я расскажу но здесь все красиво пеларгонии конечно просто красота вот эту клумбочку эту урабатку в этом году я сделала по-новому здесь обычно росли колеусы колеусов я сохранила очень мало в этом году и посадила высадила сюда черенки петунии разных и семенные и вегетативные получала с разных мест и свои вот все остаточки вчера буквально в телеграм-канале я показала как я сделала эту роботку почему именно так чтобы не полоть не поливать и чтобы петунии во время дождя не были грязными пока здесь все еще малыши сидят но я думаю они разрастутся и обратите внимание какая красивая елка в этом году она почему-то как никогда подросла я ее в этом году не прищипывала никакую формирующую обрезку не делала кроме как макушку немножко подровняла вот и все вообще еще хвойные не обрезала много дел еще не сделано но хочу чтобы эта клумбочка была яркая такая прямо сочная и вот такую сделала такой маневр с разными видами мульчи сирень отцветает но цвела конечно очень красиво и обильно в этом году сирень сенсейшн у нас продолжается засуха всего-то было пару дождичков начиная с апреля месяца поэтому конечно очень-очень сухо ну сирень цвела обалденно красиво в этом году ну тихонечко гуляя показываю с вами и разговариваю немножко в саду многие многолетние цветы также кустарники плохо перенесли эту зиму зима была не суровая но очень долго лежал снег до мая месяца у нас лежал снег и вот это все привело к тому что многие растения выприли даже кустарники и не вышли из-под зимы а вот здесь в детской зоне немножко ярких красок в виде флокса шиловидного и очень красиво конечно даже сейчас выглядят барбарисы вообще барбарис должен быть вот такой колоновидной мария а он у меня пока так лежит еще не зацвели ирис сибирский сейчас зацветет будет очень красиво тимьянчик хорошо отрастает и вот тут у меня смотрите какие мелкие тимьянчик лимонный он прям мелкий мелкий в нескольких местах появились у нас еще кое-какие детские игрушки и детская зона потихонечку отрастают бархатцы я думаю отрастут ну вот видите и его замерзла например еще кое-какие кустарники я об этом конечно показывала вот теперь про петуни которые замерзли вообще первый раз в жизни сейчас я вам покажу я уже конечно делала такое видео покажу вам как выглядят замерзшие петуни у них даже бутоны все были деформированы видите я вот все обрезала обрезала петуни вот такие вот бутоны были деформированные видите какие и вот когда на листьях видите вот это это не болезни не вредители вот так сильно была петуния она на другом месте была подверглась заморозку ну то есть такие как бы ожоги от морозов даже захлорозили некоторые экземпляры не все некоторые экземпляры но очень сильно тайдалом ничего не случилось они вот в таких 40 литровых вазонах растут по две штуки вот эти петуни очень замерзли я их совершенно обрезала под корень и вот сейчас они только-только отрастают вот такое заторможенное явление в этом году с петуниями я уже смеюсь то град перебьет то ливень какой-нибудь теперь заморозок каждый год какое-то чудо очень сильно замерзли фуксии но потихонечку фуксии все-таки отходит тоже не все экземпляры вот здесь вот была плешина но вот сейчас видно как после заморозка идут новые побеги просто это скажется на цветение цветение будет чуть-чуть запоздалая и здесь то же самое по макушечкам все прошлось а сейчас макушечки вновь отрастают красиво смотрится еще раз говорю сейчас когда нет ярких цветов то на смену цветам приходят яркие краски барбарисов вот они такие ярко-рыженькие желтенькие посмотрите и с этой стороны до елки которые в этом году первый раз в жизни вот так себя повели так и не отходят но в принципе там начинают появляться видите зеленые я продолжаю обработки но уже так думаю что наверное не отойдут не прозеленеют они никак если еще мелкую можно выкопать то все-таки с большой проблема пока жду вот пока жду никак не лежат руки выкопать эти елки но теперь тихонечко про петунии посмотрим петунии даже замерзли многие те которые стояли вдоль дома вот интересное дело что-то замерзла из семенных петунии что-то замерзла от вегетативных петунии вот например это вегетка была тоже видите бутоны от отходят которые нормальные а вот такие деформированные и вот такой хлороз провела ряд мероприятий от хлороза микроэлементами мегафолом пропрыскала все до чтобы снять стресс от повреждений петуниями вот они только-только вступают в силу и конечно это задержало рост задержало цветение и другие цветы замерзли вот здесь вот у меня находится вербены вот они тоже пострадали внизу цветочки обрезала ну вроде как набирают сейчас цвет у петунии в этом году несколько экземпляров я посадила махровых петунии чтобы посмотреть как они себя чувствуют вот такие огромные сейчас просто солнце припекает да вот такие огромные шляпы у них и вот такая красота посмотрите это просто не петунии это какие-то розы вот какая красота правда еще и сильным ароматом ящиках тоже у меня здесь петунии махровые и петуньки новых сортов для меня новые это пиндолины вот густо я их посадила но прямо наблюдаю посмотрите какая пиндолиночка красивая правда вот жарко сразу они прям поникли надо сейчас пополивать тут они красоточки конечно вот только-только начались ночи потеплее я думаю что сейчас мои петуньки ну наберут силу отойдут и будут красивыми пока пока вообще ничего не радовала честно говоря в этом году и петуньи тоже здесь вот у меня каскадиком как и в прошлом году пеларгонии которые рич аут сейчас набрали массу бутонов но еще и набирают массу бутонов и думаю что здесь делают мне тоже такой же каскаде как в прошлом году что вам хочу сказать про пионы пионы до сих пор не цветут и это какой-то нонсенс вот этот ранний пион всегда цветет на 12 июня в этом году вот пока еще только уже не 12 глубоко 15 а он еще только-только вот начинает раскрывать свой бутон здесь совсем еще никто не цветет посмотрите вот в каком состоянии пионы так что такое заторможенная в этом году развитие здесь у меня прямо такая знаете в этом году я даже не знаю это не трагедия уж конечно но расстройство не взошли мои два крупнейших клематиса многолетних клематиса я потом сделаю видео про клематисы и наконец-то я поняла почему и не всходит посмотрев одного блогера потом я вам все расскажу и обязательно скажу где эту информацию нашла сейчас не буду отвлекаться вот это роза на штампе здесь как в мультфильме дырку закрывает одним словом я конечно предпринимаю разные меры чтобы эта стена у меня перекрыла мой огород чтобы было не видно подсадила туда и фасоль декоративную не знаю как получится но в общем какое-то такое здесь получается не очень красивое явление а вот розочка красивая в прошлом году и и посадила роза на штампе посмотрите вот сюда поставила штамп немножко вкопала чтобы ведь ветры такие были что она падала несколько раз вот эти листики тоже ничего страшного это никакие не болезни немножко пересушена была но красиво вы уже даже бутоны уже красота правда вот а клематисы конечно меня здесь подвели в других местах ничего ну а здесь вот видите виден весь огород я этого честно говоря не очень хотел как я уже сказала проблем было много проблема была даже с газоном газон в этом году он вроде как перезимовал хорошо но затяжные заморозки мая месяца в общем мая опять был страшно холодный и вот как как будто знаете съела вот эти первые первые изначальные всходы газона такие были проплешины но не то что проплешина как будто бы пол газота не было и мы опять предпринимали попытки подсево газона но они у нас удачно прошли вот вы сейчас можете не по не увидите газон зеленый сочный да но вот эти места такие круги это новая травка она немножко отличается по цвету в общем каждый год даже с газоном нужно проводить кучу мероприятий мало того что скарифицирование мало того что подкормки мы сделали да я купили траву новую подсели ну вроде как обошлось малой кровью травка растет мы сделали еще только первый покос газона представляете насколько отстаем по другим регионам напоминаем нас север ленинградской области по другим регионам когда люди уже там вовсю вовсю косили у нас даже травы не было то есть я к чему говорю что вам вырастить красивые цветы там овощи это не такое простое у нас занятия в общем как я говорю конец мая начало июня для меня например какие-то были расстройства в связи с замерзанием томатов в теплице еще какими-то проблемами с томатами я очень расстроена была и до сих пор есть потом мы и и с газоном ну с газоном ладно трава отрастет потом с мошенниками на телеграм-канале вот настроение никак не было сейчас чуть-чуть все выравнивается но погода хорошая и сразу настроение хорош каждому цветочку радуешься ну а как не радоваться когда вот этот рододендрон который замерзал два года назад ну можно сказать все я хотела его уже выкапывать этот замерзший куст постепенно постепенно у меня отходит а в этом году вроде как он корявый и на нем даже листьев мало но посмотрите какое он не дал хорошая в этом году цветение вот просто красавец из красавцев стойкий еще один рододендрону уже отцвел видите как кто в телеграм-канале тот видит это все что называется в самый-самом пик самой красоте вот это нова зембла тоже все очень красиво наконец-то я давно его хотела слава богу сохранился я сказала что не только хорошие у меня есть картинки ну и вот такие например мне не стыдно я показываю потому что предпринимаю кучу попыток восстановить этот рододендрон вот и как обрабатываю подкармливать он видите немножко тут еще цветы дает но вот он как пришел ко мне такой больночка вот он так больночка и есть никак не могу его ну привести в такое состояние чтобы он был супер супер хороший может быть даже его пересажу в другое место а сюда куплю большой куст рододендрон но во всяком случае так очень очень мне хочется люблю свои традисканцы и вот в этом году здесь сделали подвесы и два моих куста традисканцев мне кажется очень хорошо украшают эту беседку здесь не надо ничего яркого здесь все спокойно и и так спокойно будет до конца лета вот такие традисканцы они не просто они все красивые просто вот смотрите какие листики разные а это вообще призна в турции и вот во все стороны но сейчас листья у нее станут фиолетовые такие яркие уже хорошо так вся пошла и возвращаясь на эту оленьку на свою дорожку хочу сказать что здесь у меня тоже будет как и в прошлом году крупнолистные гортензии в этом году вообще идет отставание капитально конце июня прошлого года я уже фотографировалась и гортензии уже многие цвели в этом году еще только начинают закладывать соцветия где-то вот так и это можно сказать побольше а где-то совсем совсем маленькие ну и я о гортензиях своих снимала много видео у меня в этом году много новинок гортензии гортензии появилась хотя видит бог не хотела но не остановиться цветение как мне кажется не будет таким насыщенным как в том году и позапрошлом году вот потому что только-только вот еще идет закладка там внутри соцветий и будет мне кажется поменьше может быть зимовка была хорошей я спасала их как могла в эти заморозки некоторые конечно повредились но потому что таскать тяжелые горшки и все это прятать закутывать все было закутано но кое-кто повредился вот только одна гортензия здесь набивает такие уже достаточно хорошие бутоны бесконечное лето в грунте перезимовала отлично вот в эти заморозки опять была закутана вся вот представляете сколько ненужной работы из-за этого июня проводили закладывает везде-везде соцветия я думаю ну порадует своим цветением что и говорить вот но во всяком случае я жду чтобы эта дорожка опять была красивая такая цветная здесь в садике хвойном как я говорю у меня появился новые игрушка это подарок мне был на день рождения и теперь к зайцу который философский здесь лежит и размышляет еще вот такой дружок есть но правда же милый очень мне кажется это место просто супер для него подходила шишек на еле на пихте моей симберлок в этом году я думала не будет потому что шишкуется на не каждый год в прошлом году она вся усыпана была шишками ну как вы видите да вот сейчас они все осыпятся и будут вот такие палочки а потом как пригляделась смотрю немножечко шишек все равно будет потому что шишки на симберлок это конечно очень очень красиво много комментариев расскажите про розы почему не показываете розы про ролик про розы будет в понедельник мои розы я могу сказать вам сразу что перезимовали очень хорошо не перезимовала одна роза это я рано и и выкопала она бы пошла но поторопилась посадила другую розу но все хорошо даже слепую трозы в этом году намного меньше чем в прошлом году но я делала здесь очень большую переделку своего розария и хочу вам сказать что переделка моя сыграла в общем-то мне на руку потом расскажу вам папа подробнее по уходу за розами что я делаю что я еще буду делать а сейчас просто вам покажу ну вот розария у меня здесь 20 вот в одном месте 22 по моему розы ничего не могу сказать розы все достаточно живые хорошие пока лист чистый ну вот сами видите зеленый сочный и закладывают уже бутоны буду ждать когда будет цветение роз я думаю что цветение должно быть хорошее вот если так визуально посмотреть он там кто-то в розах спрятался самое место в жару да вот видите как там хорошо в таком домике я думаю что есть конечно розы которые необходимо бы заменить все-таки придется с роза высотского попрощаться я надеялась что она будет хорошо но нет она такая плохая какая-то больная поэтому я ее выкопал остальные все розы ничего не могу сказать мне нравится мне нравится что я их сделала корой что и там черный спанбонт положен у меня держат влагу потому что ну очень у нас сухая весна была и сухое лето что и говорить два дождика начиная с апреля это не что поэтому всем тяжело постоянно работает полив с утра утром и вечером ну и так далее вот с этого места тоже покажу вам небольшие такие цветочные композиции флокс шиловидный цветет уже очень давно он уже можно сказать оцветает где-то перекликается вот с фиалками разными с анютиными глазками только еще до цветают где-то тюльпаны и в середине июня луки и все это подыгрывает друг другу очень я люблю аквилегию красивую посмотрите какая аквилегия ну красотка белые у меня разные сорта аквилегии потом зацветут а стиль бы сейчас подыгрывают в цвет вот смотрите как хорошо а стиль бы подыгрывает в цвет барбарису так что постепенно по чуть-чуть начинается от раскрашиваться в этом году отвратительно перезимовали верески даже некоторые пропали от слова совсем ну кто-то восстанавливается с лысыми серединками ну а кто-то сказал до свидания я не буду их снова сажать честно вам говорю ну не хотят расти как хотят буду выращивать все то что растет что растет и радует своими красками а вот здесь мне нравится тоже на елке подушка образной вот эти две птички которые мне сын подарил смотрите как они красиво здесь сидят как в гнезде правда многие не любят садовые игрушки но иногда они очень-очень хороши эти две питуньки маленькие-маленькие были череночки замерзли просто знаете на них было панцирь ледовый они стояли в зоне огорода и когда я увидела что петуньи стоят под ледяной коркой для меня это было ну вообще какое-то супер открытие я хотела их даже выбросить посадить что-то сюда другое ну вот видите как они отходят отходит солнышко пригрело и пошли в рост ну и вот фуксии как я и говорила есть экземпляры которые были шикарные вот эта фуксия я думала она меня настолько порадует здесь огромная была шапка и вот побегов и вот она одна полностью полностью замерзла очень сильно по сравнению с другими фуксиями только обрезала девочкам телеграм канале хвасталась своими кочечками спирея японской вот опять нужно делать подрезку в разные стороны начинает отрастать а чуть попозже вернее чуть раньше они уж очень отличались на зеленом газоне своей яркостью прям радовали меня в этом году вот так вот пионы целый куст 2 пиона в том году здесь было наверное штук 15 этих пионов некоторые пионы из молоденьких только-только видите вы будто в бутонах только-только вот ира кормильцыны в этом году покупала розу на штамбе и вот что-то она у меня так вот не знаю какой-то как ожог поставила ее вот сюда в тень что случилось не пойму прекрасно цветут ирисы сейчас посмотрите этот ирис я вообще обожаю он пахнет шоколадом ну на мой взгляд очень пахнет шоколадом кальмия прошлом году замерзла в мае в этом году ее спасала чтобы новые приросты не замерзли если бы она не замерзла она бы сейчас вела вот такими красивыми цветами а тут только одна веточка распускается но надеюсь что мы на цветение кальмии полюбуемся следующем году зато сейчас очень можно полюбоваться совершенно цветком на которые никогда не обращаю никакого внимания цветок который растет без ухода это герань не пеларгония а именно герань очень ароматные у нее листья говорят что герани там где растут вот если как у меня видите приствольный круг у яблони весь весь в геранях то на яблони будет мало вредителей вредители конечно хватает но муравьев здесь значительно меньше потому что если потрогать листики герани у нее пойдет такой яростный аромат она у меня вся разного даже по листикам посмотрите здесь какой лист и здесь какой лист до разные сорта а еще вот там с краешку она не расцвела она есть махровая в общем беспроигрышное растение единственный уход это ну оборвать лишнее вырвать и удалить лишнее вот такой уход больше никакого очень хорошо домик вписался сад наш где я заказывала такой домик я рассказывала рассказывала на своем втором канале лоди свет это не домик а кормушка сейчас покажу вам со всех сторон вдруг кто пропустил мне ее прислали с деком люди которые своими руками творят чудеса и теперь дети любят поиграть кормушка здесь все открывается можно насыпать корм туда и птички будут кушать но это будет зимой сейчас я птичек не кормлю а такой арт-объект в саду мне кажется что очень вписался в эту зону под яблонями и лягушки здесь хорошо сочетаются с этой кормушкой согласитесь по цвету по форме своей в общем я очень рада что у меня появилась такая чудесная кормушка это уже идет зона огорода я обязательно покажу вам обзор своего огорода но здесь тоже есть цветы вдоль дорожки я вот сейчас только провела здесь реконструкцию этой узкой узкой клумбы здесь росли ту и тэдди я их просто-напросто удалила вообще выкинула до чего же они мне надоели хоть что с ними делай разваливаются в общем все ужасно перекапывала сажала новые цветы делила свои хосты big daddy огромные и вот сюда все посадила замульчирую и здесь еще пока спрятаны мои новые гортензии пока здесь такая полутень под сливами и очень хорошо привыкают ну и также вот смотрите какая красивая аквилегия вот здесь вот делю хосты потому что ну так сильно они разрослись про с другой стороны у меня пряный садик обязательно вам тоже сниму видео она даже готова про пряные растения мяты новые у меня тут коллекции все вот не успела подстричь спирею серую нужно срочно срочно удалить соцветия вообще привести этот куст в соответствии вот и опять вернулась к этой дорожке здесь лучше всего в жару еще у меня есть в этом году новые сорта традисканцы я вам говорила что очень люблю традисканцы вот это опять-таки новинки посмотрите какая красотка правда вот и вот это это не зебрина она будет совершенно другого цвета чем зебрина тоже но красота и вот тут две штуки или три даже новых одна будет вот такого вот салатового цвета желтым отливом интересная другая будет тоненько-тоненько вы ее еще не видите она цветет белыми цветочками и типа зебрины но тоже другого цвета вот такая в общем в коллекции моих вот этих вот одних из любимых растений которые не требовательны ни к чему которые любят полутень которые здесь прекрасно растут в общем-то прибыло как и других растений тоже но это в основном гортензии обязательно сделаю потом по питанием когда они разрастутся до расскажу какие там у меня сорта питания потому что некоторые растения сейчас пройдусь вот так совсем плохо растут пока не наращивают и не показывают свою мощь по сравнению с тем как раньше было сильно замерзли бегонии я их спасала несколько дней а вот когда пришелся сильный мороз забыла но потому что нужно было и овощи там закутывать все это закутывала закутывала и совсем забыла про бегонии и эти бедолаги сильно подмерзли вот они бы сейчас уже цвели мало того вот тут три бегонии нормально ну так подмерзли конечно видно на листьях посмотрите видно на листьях но не замерзли что называется в тугой рог вот такие морозобоины видите но они хотя бы не отпали они живы а вот остальные три замерзли или четыре замерзли сильно обрезала все макушки вот видите как обрезала все макушки вам дело по макушкам все прошлось вот это вот это вот еще следы видны от этих морозов ведь как жалко очень потому что всю зиму я их берегла вот вот такие явления всякие разные всю зиму я берегла и вот не сберегла буквально одну ночь но я думаю тоже что постепенно они отойдут и все-таки потом порадуют меня здесь своей красотой прошлом году было очень красиво пока честно говоря не очень ну вот дорогие друзья познакомила вас с садом который пока еще не такой яркий как и бы я хотела но зелени много и зелень как вы видите тоже такая разных оттенков как бы говорят 100 оттенков зеленого пока только зеленого вот и я сама сегодня немножко зеленая будем надеяться на то что пету не порадует на то что гортензии все-таки зацветут ну потому что иначе жалко трудов своих до трудимся много до колеса не показала вот здесь например колес и трону мороз чуть-чуть вот тут у колодца да ну они тоже тронуты но отходит уже отходит здесь новые у меня посаженные клематисы а в некоторых местах колес и ну замерзли можно сказать что полностью и очень обидно бывает мне как-то представили что вы тут все о морозах показываете страдаете ну просто когда ты много работаешь зимой я же все это выращивала до многие растения вегетативные которые не из семян а из череночков черенку из тратишь света в общем то свое время землю и так далее и тому подобное а потом вот так пять ночей и результат насмарку но будем думать что не насмарку все восстановится сейчас зацветут пионы порадуемся конечно же вам сниму пионы после пионов там что-нибудь еще вступит в силу до лилии в общем не успеешь ничего вот сейчас сделать сейчас идет полив постоянный подкормка до активная должна быть сейчас подкормка идет и я все время вам рассказываю про полка тоже активная в огороде кроме сада ведь еще огород большой и ничего не успеешь и сезон концу вот дорогие друзья все кто он такая сегодня жарко все кто поддерживает мой канал подписывайтесь на канал потому что в июле я вам расскажу об одном своем проекте на которой я так подписалась это мой личный проект не ничего там не надо делать просто расскажу вам один маленький секрет где мы с вами будем брать семена различных профессиональные семена различных цветов многих цветов ну я думаю что по хорошим ценам я думаю что хорошего качества поэтому подписывайтесь чтобы всегда быть в курсе не забывайте на телеграм вы это получите намного быстрее чем на youtube всю информацию давайте не будем бояться всяких мошенников будем стойко отражать их атаки но ведь с каждым отрицательным таким полученным результатом мы становимся просто умнее я во всяком случае про себя так знаю вот я не хотела чтобы получилась такой резонанс который конечно сказался на моих каналах может быть и на моем ну вашим отношением ко мне но видит бог что я предпринимала все все мною имеющиеся инструменты для вот уничтожения тех мошенников или предотвращение этой всей деятельности я хочу забыть даже это как страшный сон пусть мне не вернуть или телеграм-канал старый сейчас идет я написала письмо и течение 14 дней должна получить ответ снимут ли с моего канала вот эту метку о том что канал мошеннический потому что не я же это делала да они все это проверяют течение 14 дней я вот как-то сделала новый канал у светланы луди свет и сейчас я прямо рада что и так поступила и как ты даже не хочу возвращаться к лоде саду на телеграм вот честное слово лучше я буду развивать свой новый канал как феникс из пепла с нуля до с нуля но все мои активные подписчики они тут же подписались и канал опять работает и канал опять активный так что спасибо вам огромное всем за то что поддерживаете меня но потому что близкие родные там друзья мои знали насколько для меня это был стресс перенесенный я вот хочу забыть и опять пойти своей дорогой правильной честной дорогой показывать как плюсы так и минусы я показываю что-то получилось что-то нет не получилось обязательно сделаю обзор овощных культур и расскажу вам тоже свои плюсы минусы чем обрабатываю как обрабатываю какие препараты использую ну и так далее в общем дорогие друзья сезон еще впереди у нас будет с вами 4 наверное обзора сада на середину каждого месяца я думаю что и посмотрим как пройдет у нас сезон красивый или нет желаю вам только красивого сезона чтобы ваши все мечты удались чтобы все у вас получилось а еще крепкого здоровья мирного неба над головой